Иногда сообщество в блокчейне разделяется, и мы видим появление хардфорков. Хардфорк происходит всегда методом деления. Так у нас биткоин разделился на биткоин и биткоин кэш, а биткоин кэш разделился на биткоин ABC и биткоин Satoshi Vision, биткоин SV. То же самое было с эфиром, который разделился на эфир и эфир классик. Такие события приводят к тому, что люди сконфужены и не понимают, что делать, и путаются в этих новых тикер-символах и веб-сайтах, и не понимают, какие кошельки использовать и что делать с предыдущими приватными ключами. И также вы наверняка слышали истории про то, когда пользователи хотели купить одну монету, но покупали другую. В общем, это только кажется, на первый взгляд, все дико запутанно и непонятно. Но на самом деле все очень даже просто, если не усложнять. Поэтому давайте разбираться вместе. Всем привет, ребятушки! Вы на канале CryptoCommons. И сегодняшний выпуск будет посвящен хардфоркам биткоина и эфира, биткоин кэш и эфир классик. Но сначала давайте взглянем на ситуацию с биткоином и с эфиром. Что мы здесь видим? Мы видим, что биткоин просто рвет все шаблонные стереотипы и уже вплотную приблизился к отметке в 50 тысяч долларов. Хотя вспомните, еще буквально несколько месяцев назад никто не верил, это даже и в 20 тысяч. И вот, как мы уверенно переписали all-time high и улетели еще на 2,5x оттуда. То же самое нас ждет и по эфиру, не забывайте. А по эфиру мы сейчас всего лишь меньше, чем на 1,5x улетели от all-time high. То есть вот, эфир у нас только-только начинает это движение с вами, которое уже показывает биткоин сейчас. Вернемся на недельный таймфрейм и посмотрим, как он невероятно попер за последние пару месяцев. У нас ждет тоже что-то вот такое. И это вполне себе не сказки, а реальность, судя по тому, что биток рисует. То есть эфир куда-то на пятерку спокойно может отлететь и ликвиднуть по дороге здесь всех шортил. Но сегодня не об этом, друзья мои, а сегодня о хардфорках биткоина и эфира. Потому что тема важная и, как я уже говорил в предыдущих видео про Dash. Да, кстати, поздравления всем нереальные, кто сидит в Dash. Ракета только-только началась. Посмотрите на недельном таймфрейме вот здесь внимательно. Все, кто собирается фиксировать прибыли, ну, мне вас жалко, потому что прибыли-то еще толком нету. Нет, понятно, что часть прибыли лучше зафиксировать сейчас, потому что будет откат. Я вот, например, ведрами перезашел. Ночью мне переналили вот здесь во все ведра. Я уже сделал X2 опять на этом небольшом движении, на фьючах, и закрылся. Так что свой страх и риск, дисклеймер, Binance, ссылка в описании, внизу. По ней дополнительные бонусы и плюшки. Dash'ем можно торговать пока только там. Ну, на Polonics'е можно еще, но это уже не так удобно. Из марджина здесь его убрали. Короче, всех поздравляю, кто в Dash-ракете. Сидите и не рыпайтесь, там еще лететь и лететь. А мы сегодня поговорим о хардфорках, как я уже сказал, потому что тема горячая. Следующие ставки наши большие – это ETC и BitCash. Вот. Почему? Так, давайте разберемся для начала, поймем, что такое хардфорк. Если вы интересуетесь криптовалютами, вы, возможно, слышали о такой штуке, которая называется хардфорк. Мы видели уже несколько хардфорков в сети биткоина. Но что они из себя представляют? Как вы, наверное, знаете, биткоин – это цифровая валюта, что означает, что она сопряжена с программным обеспечением. Программное обеспечение называется «Биткоин протокол». И оно устанавливает правила, с которыми соглашаются все участники сети, если хотят использовать биткоин. Эти правила включают размер блока, размер комиссии, которые получают майнеры и всякое такое. Но, как и в любом другом программном обеспечении, биткоин протокол никогда не будет полностью завершен. И разработчики биткоин периодически добавляют новые обновления в протокол, чтобы улучшить производительность и справиться с какими-то проблемами. Большая часть из этих улучшений малы и не вызывают вопросов. Но некоторые из этих изменений могут очень сильно изменить механизм работы биткоина. Так что иногда происходит так, что группа разработчиков не соглашается с новыми доработками, которые предлагают принять. Майнеры тоже могут не согласиться с новыми правилами, потому что новые правила в сети могут уменьшить их прибыль. И если группа людей не готова принять эти новые правила, то они могут настоять на своем и остаться в старой сети со старыми правилами. И это повлечет за собой хардфорк блокчейна. Итак, что произойдет, если они это сделают? Смотрите, биткоин состоит из двух больших частей. Это биткоин протокол и блокчейн, который хранит все транзакции. Если группа разработчиков создает хардфорк, то они решают создать новый биткоин протокол, в который вносят изменения. Они могут это сделать, поскольку биткоин абсолютно открытый для разработок. Потому что биткоин имеет абсолютно открытый исходный код и открыт для разработок. И в какой-то момент произойдет раскол цепи. Это будет на определенном блоке. В нашем примере раскол произойдет на блоке 480 тысяч. Таким образом, когда будет добыт этот блок, сообщество разделит блокчейн на две цепи. Часть участников сети продолжат поддерживать оригинальную цепь, но другие начнут поддерживать ответвление цепи, то есть форк. И каждая группа продолжит добавлять те блоки и поддерживать ту цепь, которую они сами хотят. В этот момент каждый из этих блокчейнов будет уже несовместим друг с другом. Потому что у них теперь будут разные транзакции. И поскольку форк происходит из оригинального блокчейна, это означает то, что все транзакции, которые происходили до этого блока на оригинальном блокчейне, также происходили и на его клоне на форкнутом блокчейне. И это означает, что если у вас было какое-то количество монет на оригинальном блокчейне, вы также получите такое же количество монет на новом блокчейне. Многие называют это бесплатные деньги. Но на самом деле это больше зависит от того, сумеет ли хардфорк удержать ценность. Мы уже видели несколько хардфорков. Например, это произошло в биткоине 1 августа 2017 года, когда биткоин кэш появился. В тот момент разработчики не могли прийти к единому соглашению, каким должен быть размер блока. Одни из них хотели увеличить размер блока с 1 мегабайта до 2, но другие хотели увеличить его до 9 тысяч. Когда соглашение не было найдено, обе из групп разработчиков решили пойти каждый по отдельному пути. У биткоина было уже несколько хардфорков, и некоторые из них стали более успешными, чем другие. Но это уже совсем другая история, ребята, поэтому, если вам интересно, можете погуглить. А теперь погнали к графикам. Вот, и после того, как мы посмотрели это и разобрались с вами, что по сути хардфорк это не что иное, как разделение на две цепи, когда часть разработчиков не согласна с другой частью разработчиков. Но что интересно, посмотрите, биткоин кэш у нас появился с вами 1 августа 2017 года. Как раз, как разветвление основной сети биткоина. Но правда, после этого, через год, в ноябре 2018, у него уже произошло еще разделение самой цепочки биткоин кэш на биткоин сатоши вижен, ABC и так далее. Но это другая история. Но суть в чем? Основная цепь здесь осталась биткоин. То есть, 90% приблизительно мощностей и майнеров поддержали основную сеть биткоин корр, в то время как биткоин кэш поддержали процентов 10. И, соответственно, биткоин кэш принято считать форком. То есть, биткоин кэш это в этом случае настоящий хардфорк, потому что его поддержали меньшее количество людей. Ну, то есть, биткоин остался основной сетью. Тем не менее, это не помешало ему, посмотрите, как здорово летать вот здесь вот в 2017, в начале 2018 и улетать там на десятки иксов. Вот он на пиковом значении, он у нас поднимался до 4 с небольшим тысяч долларов он был, биткоин кэш. Вот. И с тех самых пор, что мы по нему видим, что он падал, 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 падал. Недельная сетка гупи у нас была красная. И вот только сейчас мы, похоже, что видим слабость продавцов и все это хозяйство разворачивается. Сетка супер гупи тоже уже серая. То есть, здесь будем смотреть на недельном таймфрейме, насколько она станет зеленая и насколько мы полетим в космос. Но, скорее всего, мы пойдем, потому что какие здесь у меня доводы за фундаментал биткоин кэша. Понимаете, у биткоина много очень хардфорков. Есть биткоин даймонд, биткоин голд, всякие эти шняги. Но реально их очень мало кто использует. Если посмотреть по капитализации и так далее, они особо никому не нужны. Но биткоин кэш – это основное ответвление биткоина. То есть, его реальная задача была сделать блокчейн биткоина быстрее, дешевле и удобнее для транзакций. То есть, сам биткоин оригинальный – это, грубо говоря, средство накопления, как золото цифровое. Потому что он тяжелый, медленный и дорогой. Но зато неподдельный. А биткоин кэш был придуман как быстрая его версия для именно, ну, собственно, в самом названии кэш, это говорится, наличные. То есть, для быстрых расчетов. Соответственно, цена его дешевле должна быть, но и комиссии за транзакции и скорость транзакций гораздо более удобные. Теперь смотрите, взглянем на CoinMarketCap. И что мы здесь видим? Что биткоин кэш – это вам не какой-нибудь фуфлыжный биткоин даймонд или биткоин плюс или биткоин голд. Это криптовалюта, которая занимает десятую строчку в CoinMarketCap по рыночной капитализации, которая составляет у нее без малого 13 миллиардов долларов. И количество монет у нее жестко ограничено, так же, как у биткоина. Да, и сразу хочу сказать, что биткоин SV, который тоже тут затесался сейчас на 18 строчке, это тоже хардфорк биткоин, только биткоин кэша уже. Но, тем не менее, поскольку биткоин кэш – это хардфорк биткоина, то у них общая история монет. Так же и у биткоина SV тоже, естественно, общая история транзакций с биткоином. Но биткоин SV – это откровенный скам, потому что это сделал Крейг Райт, который выдает себя за Сатоши Накамото. Ну, просто конченый псих, на самом деле, чувак. Можете о нем почитать, если интересно, но лучше не засоряйте этим голову. Короче, форков биткоина, которые именно скамовые, их очень много. Но биткоин кэш – это нормальный форк, потому что его поддерживают все крупнейшие биржи. Coinbase, Binance, Kraken, Poloniex, Femix – все поддерживают биткоин кэш. Все крупнейшие кошельки его поддерживают. PayPal его поддерживает. PayPal интегрировали всего 4 криптовалюты – биткоин, лайткоин, биткоин кэш и эфир. Так что смотрите, это придает дополнительной легитимизации этой криптовалюте. Соответственно, все китайские майнеры, Bitmain, крупнейшие корпорации, они все сидят на биткоин кэш. Короче говоря, это вам не фуфлыжник какой-то и не фантик. Это реальная тема. Это биткоин кэш. И он очень сильно сейчас недооценен, если вы посмотрите на историю и на график. То есть вот у него средние значения. Первое сопротивление мы уже пробиваем сейчас в 600 долларов. Дальше у нас второе сопротивление – 1500 долларов, даже 1800. И все, дальше у нас только all-time high, это выше 3000 долларов. Так что смотрите, это достаточно серьезная монета, которую поддержал PayPal и другие крупные игроки. Смотрим на хешрейт сети Bitcoin Cash. Мы видим, что он достаточно, конечно, неустойчивый. То есть по сравнению с хешрейтом Dash, который мы смотрели с вами недавно, или там даже Litecoin, или эфира. Посмотрите, хешрейт Bitcoin Cash очень спекулятивно выглядит. То есть он был, он в принципе не растет, а находится в боковике. И вот у него были всплески в 2017 году, в 2018 году, когда большинство майнеров переключались майнить Bitcoin Cash. Соответственно, в те моменты, когда Bitcoin падал, а Bitcoin Cash рос, майнерам было выгоднее майнить Bitcoin Cash, и они переключались массово туда. Но с тех пор, что мы видели, посмотрите, с 2018 года, с начала 2019, хешрейт сети Bitcoin Cash упала очень сильно, и так и не поднималась нормально с тех пор. И если мы посмотрим в логарифмической шкале, вот, то мы понимаем, что это на самом деле хороший знак, а не плохой в долгосроке. Потому что она консолидировалась, сейчас походила во флете, и еще даже не начинался стабильный рост. Понимаете? Вот. Но про Bitcoin Cash достаточно. Давайте теперь поговорим про эфир Classic. И начнем мы тоже с его хешрейта, посмотрите. Хешрейт эфир Classic, когда он появился, был очень высокий, потом очень сильно упал, и теперь он снова вернулся к предыдущим значениям, и сейчас переписывает свой all-time high. Посмотрите. Вот это как раз интересный момент. Хешрейт эфир Classic, ну, еще не переписывает, но идет на переписывание all-time high, который был в январе 2020 года. То есть это значит, что сеть не забыли, сеть рабочая. И тем более с переходом эфира на Proof-of-Stake, майнерам не останется ничего, кроме как майнить эфир Classic. Но теперь самая важная история, ребята. Это история появления эфир Classic. Потому что, смотрите, пишут все то же самое, что эфир Classic – это блокчейн-криптоплатформа для разработки децентрализованных приложений на базе смарт-контрактов. Ну, то есть, по сути, это эфир. Но суть в том, что вот, эфир Classic появился как результат несогласия с принятым эфир-фаундейшн-дао-хардфорком. Но разница здесь лишь в том, что эфир Classic, по сути, это не форк эфира, а наоборот. Эфир, тот, которым вы сейчас все пользуетесь, ETH, это форк эфир-классика. Потому что, кто помнит, 16-й год и что произошло, сейчас я объясню. Вот, видите, написано первый выпуск 30 июля 2015 года. Хотя эфир Classic появился в 16-м. Это потому, что у них общая история с эфиром. То есть, раньше это все был один блокчейн. Но в 16-м году было запущено первое ICO DAO. Вот про это здесь есть статья. На бирже Poloniex тогда еще все это торговалось. И я помню прекрасный этот момент. Я купил даже эти токены DAO. Ну, грубо говоря, это на эфире. На обычном, потому что не было еще эфир классика, был только эфир. Было запущено ICO, что если вы вкладываете средства в эту децентрализованную автономную организацию, то она будет там сама перераспределять ваши средства между инвесторами и грамотными всякими штуками и нести вам доход, короче. Они обещали 50% за неделю, что ли. И оно все пришло. Мне накапливали эти 50% за неделю. Был смарт-контракт. Дальше я успел продать эти токены DAO. Мне нереально повезло. После этого смотрите, что произошло. Я как раз в дороге ехал тогда, просто офигел. Вот такая вот свеча по DAO. То есть, она упала на 80% за пару часов. А, на 60% вот пишут. Суть в чем? Это был DAO-хак. Короче, средства, залоченные в этом контракте. Напишите в комментариях, кстати, если вы помните, это DAO и уже были на рынке тогда, в тот момент. Очень интересно знать. Короче, средства, которые залочили миллионы, десятки миллионов долларов, залоченные пользователями, были похищены хакерами в результате уязвимости кода. То есть, допустили ошибку в коде. Не в эфирном коде, а в коде DAO. Соответственно, средства были похищены, и их уже никак нельзя было вернуть, потому что это блокчейн, и транзакции неотвратимы. Но Виталик Бутерин предложил решение тогда. Он предложил замутить хардфорк и откатить назад все транзакции в эфире до того момента, пока хакер не украл средства. То есть, грубо говоря, вернуть назад всем украденные средства. И в результате сообщество раскололось на два лагеря. Первые поддержали форк и все, что говорит Виталик. А вторые сказали, не, ребят, вы что, прикалываетесь? Это противоречит философии блокчейна и децентрализации. То есть, смысл децентрализованной валюты, допустим, биткоина, в том, что вы не можете откатить транзакции, что бы там ни было. Это вам не банк. И если вы забудете свой приватный ключ или приватную фразу, никто вам не вернет ваши средства. То есть, если вы отправили на тот кошелек, все, транзакция неотвратима. В этом и прикол. Блокчейна и децентрализованных криптовалют. Но эфир решил по-другому. Они заморозили средства, которые украл хакер, вернули их всем назад с помощью хардфорка. И в результате этого цепь раздвоилась и появился эфир классик. Но теперь давайте поймем важное отличие с вами. Что если в отличие от биткоин кэша, который является сам по себе аппендиксом биткоина и его форком, то есть его поддержали меньшинство, и основная сеть биткоина так и осталась, биткоин корр, та самая. То эфир классик получается наоборот. Эфир классик является первозданным блокчейном эфира, неизменным, из которого нельзя ничего удалить и переписать. А эфир, которым сейчас вы все пользуетесь и так радуетесь, DeFi, MiFi, это получается форк. При всей любви к эфиру это голимый форк эфира, поймите. То есть тикеры подменили. На самом деле ETC это и есть ETH, и он должен так и называться. А ETH, который сейчас эфир, должен называться ETF, но не как биржевой фонд, а потому что это эфир форк. Это реально эфир форк. Так что смотрите, просто осознайте эту штуку, что здесь подмена понятий произошла. Реально вот этот самый ETC, который до сих пор на самом деле валяется ниже к плинтуса. Ну если к доллару мы посмотрим, то он уже пошел выбивать нисходящую трендовую. Да, вот у нас было глобальное сопротивление многих лет, и мы сейчас его уверенно пробиваем с вами. И идем тоже куда-то на переписывание хаев, которые были в районе, ну даже до 50 долларов он не доходил. Вот 40 с чем-то долларов были хаи. Я думаю, что мы их перепишем и улетим гораздо выше. Но даже тут смотреть надо не эфир к доллару, а эфир к биткоину, а еще лучше эфир к эфиру. Потому что эфир к биткоину, вот как я и говорил в прошлом видео, отскок по RSI недельному неизбежен. И здесь, соответственно, в цене мы увидим. И вот он уже пошел, отскок, видите, здесь двойное дно на RSI, перепроданность. Вот уровень сопротивления эфир к биткоину ближайший, это 134 тысячи сатоши. Сейчас он стоит 31 тысячи сатоши, то есть это еще 4 икса оттуда, где мы сейчас, просто на одной свечке может случиться на пампе. И дальше хаи, так биткоин у него вон какие, посмотрите, 900 тысяч сатоши. Но еще грамотнее смотреть, это график эфира к эфиру. Эфир классик к эфиру, посмотрите, он находится тоже в абсолютной перепроданности. Прямо сейчас мы видим отскок на RSI, и это, скорее всего, не ложный отскок, ребята. Вот как мы и рисовали, он уже пошел. И отскок будет очень сильный. То есть, посмотрите, эфир классик к эфиру стоил раньше 0.2, 0.1. То есть 5-10 эфир классиков за один эфир вы могли получить. Сейчас эфир классик к эфиру стоит 0.008, понимаете? То есть сейчас больше сотни эфиров классиков наливают за один эфир. Поэтому смотрите, очень неглупая сейчас тема диверсифицироваться и часть эфира перевести в эфир классик, как и часть битка в биткоин кэш. Потому что эти форки, это стопудовые монеты, они себя еще точно покажут. Конечно же, дисклеймер не финансовый совет, но эфир классик, как я уже вам сказал, это антиквариат, то есть вы поняли. И, кстати говоря, даш к эфиру, тоже очень интересный график, посмотрите, какой сильный отскок мы видим здесь. Даш к эфиру на Binance тоже стоил обычно 1 к 1 всегда. Даш с эфиром вровень шли 5 лет. Первый год сейчас даш вдруг провалился ниже, то есть недавно еще давали больше 10 даш за эфир. Сейчас уже дают 0.15, то есть сколько это? 7 даш за один эфир примерно дают. Но я вам говорил, покупать и по 0.1, и по 0.0 с чем-то. Короче говоря, тут серьезнейший отскок намечается. Часть эфиров даш переводить тоже все еще не глупо. По дашу все те же самые цели, я говорю, тут смывает маржинальщиков просто, вы не ведитесь на это, ставьте ведра и будет вам профит. Вот, собственно, все, как я и говорил, все так и остается. Цели, ну кто консервативно 300 мог забрать вчера, молодцы, но не надо сильно, потому что улетим завтра на 400, на 500, 600 легко. Я лично забрал процентов 15-20, наверное, из позы, то есть прям плечи самые скинул и уже начал перезаходить здесь на откате, то есть дальше летим туда и туда. Даже к биткоину такая же ситуация, ну Карл сегодня смотрел, кто не видел на Монру, посмотрите Карла анализ. Там более краткосрочный про выход из клина и про цель вот эту вот в полтора миллиона сатоши ближайшую, то есть это еще 3х оттуда, где мы сейчас. Но у меня цели повыше, здесь все то же самое, W, отскок, RSI. Ребята, кто спрашивал, почему выше к биткоине пойдет, да конечно пойдет, просто я не дорисовал пока, мне пока и этих целей хватит, знаете, на 10х отсюда к биткоину без плеч, это с плечами, это будьте здрасте. Если вы хотите купить эфир классик или биткоин кэш или любой другой альткоин напрямую, без захода на биржу, обязательно зацените обменник FastChange, ссылка на него в описании. Короче, вы можете купить там все эти альткоины и также выводить их под небольшой процент очень быстро с отличной клиентской поддержкой на все карты российских, украинских и прочих СНГ банков. Вот, офигительный сервис, ссылка в описании, используйте ее, если хотите поддержать наш канал. Так что вот, еще раз говорю, дисклеймер, не финансовый совет, все на свой страх и риск делайте, следите за доминашкой, за биткоином. Но, еще раз говорю, эфир классик, в отличие даже от биткоша, это true, это антиквариат, это подлинник, это true, настоящая цепь эфира, понимаете? Так что я не удивлюсь, если в какой-то момент эфир начнет даже сильно скамиться в плане цены со своим ProofStake, со своими этими нереально дорогущими комиссиями за газ. Чтобы сейчас в DeFi что-то поменять, в MetaMask, вам нужно потратить больше сотни долларов тупо на газ-фи, на комиссию, чтобы свапнуть. А они сейчас, прикиньте, эфир классик, хопа, я слышал, они уже DeFi делают, возьмут, скажут, все, теперь DeFi на нас, а там комиссия будет меньше двух центов тоже. Поэтому смотрите, внимательно смотрите за эфир классиком, за биткошем, так же внимательно, как вы смотрите мой канал. Спасибо, что смотрели это видео, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, подписывайтесь к нам в Telegram. Ну и все, всем профита, йо-йо-йо-йо-йо, с вами был Флалагрин, enjoy it, канал Crypto Commons, не забывайте ставить лайки, стопы и тейки. До скорого, пока. Субтитры подогнал «Симон»